Так, дорогие мои, это ещё всё тот же день, продолжается, но я просто решила разделить влоги, так как они очень длинные получаются. Я уже отыграла на одной свадьбе, и сейчас мы поедем из Лондона в Бирмингем, ну, можно сказать, по дороге домой. Там быстренько заскочим, ещё поиграю я на одной свадьбе, но сейчас мы идём покушать. Нашли тут какой-то китайский ресторанчик. Ой, как люблю такие магазины с разными контейнерами, всякой домашней хренью. И мы сейчас пойдём пожрём. Приглашали, конечно же, за стол, но я сказала, что мне надо в три обязательно уехать, поэтому мы придём в китайский. Так, ну что мы заказали? Чикен свиткорн, кукурузный куриный супчик, там у пупсика том-ям, но мы разделим. Чуть-чуть он, чуть-чуть я. Куровозирчика по 25 грамм больше нельзя, так как Саня за рулём. Ну и что, и что ещё? И второе блюдо ещё придёт к нам. О-о-о, то мы сейчас обожрёмся. Тут у нас говядина. Я всегда, когда иду в какое-то кафе, ресторан, в общем, заведение общепита, всегда беру говядину. Сама я её готовить нормально не умею. Курицу дома много ем, рыбы тоже, а вот говядинку всегда кушаю. Так, Александр тут заказал рис и курочка с этими, с кащесами. Ну мы, конечно же, будем делиться, да, пупсик? Ты будешь сама делиться? Всем в этой жизни. Так, небольшое ревью по поводу ресторана. Какой тут ресторан? Чекая, Чекая. Очень так себе, если честно. Мы заплатили 52 фунта. Ну, посчитайте сами, это примерно, ну, грубо говоря, 70 евро, но это очень было так себе, потому что... Потому что, во-первых, этот, вот эта курица с кащесами, она должна быть не такая. Во всех ресторанах китайских, если курица с кащесами, то светлый соус, там бывает морковка, он такое лёгкое, лёгкое блюдо достаточно. Там морковка есть, лучок, потом этот есть лук-порей. И говорю, светлый соус. А тут просто тупо всё, сои залито. Не-не-не-не-не-не. Потом вот этот суп, как этот? Мы заказали, ну, один этот корн, а другой, другой суп был ганбей. Не ганбей, как этот суп был? Саш, второй суп какой? Гообао? Нет, не гообао. А, том-ям, том-ям. Ну, вы знаете, вообще, просто тупо вода. И нафигачена этого соуса том-яма, вот из магазина. Там какая-то помидорка с жопкой и три креветки. Ну, это не-не-не-не-не-не-не. Саня даже сказала, ты знаешь, ты, то я вам лучше готовишь. Ну, правильно, потому что я кокосовое молоко добавляю, там, овощей целую кучу. А здесь вообще. Ну, так, так себе. Просто очень кушать хотелось. Я сейчас так спать хочу. Спать хочу. Меня вообще разморило. Я тут, ах, то ли это тканьячок, то ли то, что Саня со мной, и я могу себе позволить расслабиться. Не надо вот это вот ехать, 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 сосредоточенный быть, рулить. Так, как вы думаете, чем я занимаюсь в автомобиле? Темно, конечно же. Вот так вот, если ничего не видно. Да, да, мои дорогие, я переодеваюсь в машине, потому что время переодеваться не будет. Поэтому я сейчас меняю голубое платье на свое вот такое великолепное белое платье с золотыми нитями. И это все происходит. Не отходя от кассы. В машине. Так, друзья, ну тут у нас, конечно же, Ютуб заблокировал песенки. Вот мы уже тут находимся в большом зале в Бирмингем. Очень красивый. На, как выяснилось, 600 человек. Мы готовимся. Все в белых тонах. Красота. Если честно, я так чуть-чуть подустала, но потом как-то я проснулась. Мне повезло, что диджей подключил к своим колонкам. Мне не надо было ничего делать. Ну, естественно, мне бы помог Александр. Но все равно это отнимает время. Зачем это надо, если можно подключиться к диджею? Ну вот, и я вот такая вот красота. Я, конечно же, белый туфли, еще один волос, зацепила обратно, застегнула их вот так. Все. Волосы пристегнула. Так, дальше мы подбухиваем безалкогольный напиток, естественно. Очень вкусный такой коктейльчик с клубничным сиропом, наверное. Я не знаю, что он добавляет. Лайм, лимончик. Вот такой мальчик любезный, любезный. Так что вот так вот мы тут тусуемся. Вот такие вот у нас дела. Аппаратура и диджей, который любезно меня подключил. Он такой достаточно известный в городе Бирмингем. Конечно, специализируется на Asian Sounds, ну, то есть на болливудской музыке. Компьютеры, пульт диджея, куча проводов. Конечно же, пионер-аппаратура, что говорит о том, что человек работает профессионально. Вот такие прикольные эти, как фонари, хотела сказать. Ну, в общем, прожектора, которые разными красивыми 3D-эффектами светят, создают праздничную атмосферу. Вот так вот. Молодец, конечно, мальчик. Быстренько все сделал. Единственный косяк на этих вот пультах, что нет эффектов такого эхо для скрипки. Это мне, конечно, не очень. А тут у нас закулисье. Сколько богатства, так не то слово. Канделябры очень популярные вот это украшение, очень супер-мега популярные. Искусственные цветы. На некоторых свадьбах бывают даже живые цветы. Ну, допустим, свадьба на тысячу человек, и все украшено живыми цветами. Это, конечно, ну, уже очень богатые люди могут себе позволить такое, потому что цветы в Англии достаточно дорого стоят. Неиспользованный стол, колонны, стулья. Я, кстати, говорила, что вот эти кресла подошли бы очень в мой интерьер. Вот такая абсолютно шикарнейшая клетка. Ну, конечно, это все, как я уже говорила, все такое пластмассовое, но сдалека это выглядит дорого-богато. Богато, золото, бриллианты, вот это вот все, понимаете, все блестит, все сверкает. Красота просто неимоверная. И вот Asian Wedding, болливудский, вот этот, показываю, стол, на него просто кладется кусок стекла, и стол такой вот сверкающий, белый, красивый. Вот там еще такие цепочки, вот эти мне очень нравятся, с обвисающими такими цепочками. Ну, все, все, пошли дальше. Шаних идет с барабанами. 500 гостей, наверное... 600, дорогие мои, 600. Ах, как мне нравятся барабаны. Саня, тебе нравятся барабаны? Барабаны? Барабаны. Дым тут у нас горит. Ха-ха, ура! Жениха ведут. Вот тут вся семья уже стоит. Ну вот, Lamborghini. Ну, понятное дело. Что-то у нас Rolls-Royce там вот стоит. А тут у нас такой синенький Range Rover красивенький. Так, ну что. Все, а вот еще кабрик Rolls-Royce. Черный. Где-то Саню потеряла. Все, мы дома, неужели. Вот эти вредные люди. Я уже зашла, обрадовалась, что... Потому что они иногда, когда, ну вот, надолго я уезжаю, ну, даже на сутки, они бывают, срут на пол. Хотя туалеты чистые, приготовленные. Им тут были два больших, огромных туалета. Я уже пришла, думаю, ой, какие молодцы. Никто не насрал нигде. Ага, смотрю, полотенце вот здесь вот лежит. Сейчас я вам покажу, где. Вот здесь лежит полотенце. Они, кто-то из них насрал, понимаете, и полотенцем накрыл. Ну, все, мы, в общем, все-все-все, спать, спать, спать. Саша завтра на работу, рано утром. А у меня что? У меня завтра тоже ученики, у меня завтра с одним мальчиком. Ну, это уже будет завтра, все. Саша завтра.